Ну а теперь к делам земным. В Молдове запретили вырубку леса и решили жестко наказывать драгосеков-нелегалов. Для чего это делается, выясняла Елена Кирк. Лес на окраине села Саручены заповедная зона. Здесь растут десятки растений, занесенных в Красную книгу. На браконьеров это не останавливает. Вековые дубы и ясени срубают под корень. Только на одном гектаре леса 15 свежих срубов. Это порода дуб. Намеренно укрыли. Не видим маркаш инспекции экологической. Соответственно, делаем вывод, что это неауторизованная вырубка. Специалисты предупреждают. Последствия такого отношения необратимы. Погибнуть могут не только редкие растения, но и многие животные. На этих местах, где уничтожили среду обитания, пропадают редкие породы животных, растений, которые в последнюю очередь занесены в Красную книгу. Такая же ситуация и в других лесах Молдовы. Это показали недавние проверки экологической инспекции. Чтобы заместить следы, браконьеры сжигали свежие срубы и тщательно прикрывали их листвой. Только в Мерешенах, захищении леса, работы лишились десятки лесников и глав лесхозов. Формально лесозаготовители получают от госструктур разрешение на вырубку. Однако на деле под топор уходит в 2-3 раза больше деревьев, чем это предусмотрено на бумагах. Из молдавских лесов на переработку отправляются не только разрешенные к вырубке деревья, но и ценные породы. Учерба таких действий составляет сотни тысяч долларов. Недобросовестных лесников не пугает ни штрафы, ни увольнения. Проблем со сбытом древесины нет. Ее покупают местные жители, чтобы отапливать дома. Нас, если поймают с одной веткой, штрафуют на тысячу леев. А тем, кто кучу деревьев спилил, хоть бы что. Сами ничего не вырубаем, конечно. Покупаем эти дрова у лесников, чтобы топить зимой. А что делать? Газ дорогой, а жить как-то надо. Бороться с дровосеками-нелегалами молдавские власти будут кардинально. С 1 октября в стране введут полный мораторий на вырубку деревьев. Нарушителям грозит штраф до 250 долларов и даже тюрьма. Еще один запрет на вывоз леса за границу. Сегодня Молдова, к сожалению, является одним из ведущих экспортеров древесины на европейский рынок. До 90% экспорта необработанные лесоматериалы. Это самые высокие показатели в Европе. Мы планируем ввести запрет на экспорт древесины до 2020 года. Проект разработан. Надеемся, что в ближайшее время его утвердит парламент. Как долго продлится мораторий на вырубку леса, пока неизвестно. Но его результаты власти надеются оценить уже в ближайшие годы. Согласно стратегии, лесной фонд должен увеличиться на треть.